Была анонсирована вторая версия PlayStation VR, и я не могу быть более взволнован. Некоторые из новых людей на канале, возможно, не знают, но я начинал в основном на сфер. У меня действительно был Gear VR, но я не совсем уверен, что считаю это. Вопрос, который мы все должны задать в первую очередь, теперь, когда у нас действительно есть некоторые спецификации, некоторые реальные данные, как это соотносится со всем остальным на рынке виртуальной реальности. Давай поговорим об этом. Сейчас же, на данный момент, все еще много неизвестного о PlayStation, к которой мы стремимся, включая цену и дату выпуска. Но кое-что из того, что Sony подтвердила сейчас, заключается в том, что разрешение дисплея на глаз составит 2000 на 2040 пикселей. Это намного выше, чем квест в 1832 году, к 1920 году, но у него также гораздо более широкое поле зрения. Sony до сих пор говорила, что поле зрения составляет около 110 градусов, когда цель оценивается примерно в 90 градусов. Так что, если мы сделаем здесь небольшую математику, если мы возьмем двойки PlayStation VR 20 к 2040 году, мы умножим это на 2 для обоих глаз, а затем разделим это на 110 градусов. Поле зрения. Здесь у нас есть пиксели на градус поля зрения. Если мы очень быстро выполним то же самое уравнение с заданием на 1832 год к 1920 году, умножьте это на 2, а затем разделите только на 90 градусов. Мы видим, что у квеста на самом деле больше пикселей на градус поля зрения. Есть и другие факторы, которые влияют. Люди и то, как хорошо это может выглядеть. Но это то, что здесь нужно принять во внимание. Если ты тоже привык к квесту, идешь на PlayStation VR 2, ты можешь заметить квеста, который выглядел четче, но ты получаешь больше поля зрения. Тип дисплея, анонсируемый в PlayStation VR 2, OLED. Тип дисплея OLED показал нам самые темные оттенки, самые настоящие черные, и для меня это самый захватывающий способ играть в виртуальную реальность. Тем не менее, у PlayStation VR также будут возможности дыр, в отличие от квеста. Теперь огромным фактором, большим чем просто разрешение экрана для графики, является то, сколько энергии работает на этом. PlayStation VR 2 будет управляться PS5 через один кабель или квест 2. Если ты работаешь в автономном режиме, он не сможет обеспечить такую графику, как на PlayStation 5. Это, конечно, если ты сравниваешь это с автономным. Если ты сравниваешь это с запуском квеста на ПК или беспроводной связи на ПК, конечно, ПК может иметь больше мощности, чем PS5, в зависимости от его характеристик. Пока мы на самом деле не посмотрим в наушники, это будет трудно определить. Но об этом стоит подумать, когда до выхода PlayStation VR 2 еще может быть около года. Мы знаем, что отслеживание на PlayStation VR 2 будет осуществляться с помощью четырех камер наизнанку, что и есть в квест 2. Четыре камеры слежения наизнанку. Чего мы не знаем, так это как эти камеры будут размещены на гарнитуре. Ты смотришь на Reverb G2, у которого четыре камеры расположены совсем по-другому в квесте, и у него менее хорошее отслеживание, поэтому мы не знаем, будет ли отслеживание таким же хорошим. Менее хорошее. Мы этого еще не знаем. На PlayStation VR 2 будет отслеживание глаз, а вместе с этим и рендеринг фобий, который также может помочь нам получить гораздо лучший графический опыт, чем то, что предлагает квест 2. PlayStation VR 2 года назад будет встроена вибрация гарнитуры, и это то, чего мы не видели ни в одной другой гарнитуре. Хотя это то, с чем я лично экспериментировал, используя наушники, такие как эти наушники Sony PlayStation Elite Pulse, в которые встроены вибропакеты по бокам. Я скажу тебе, что это очень реальное погружение, особенно потому, что оно основано только на звуке. С PlayStation VR 2 это будет построено разработчиками косвенно для взаимодействия с игрой. Теперь мы этого не делаем. Похоже, это может быть только один двигатель. Я надеюсь на двойные двигатели, по крайней мере спереди-сзади, потому что это было бы здорово при съемке от первого лица. Если в тебя стреляют в спину, ты чувствуешь это чувство в спине, и это побуждает тебя быстро развернуться и открыть ответный огонь. Это супер захватывающая инновация, которой больше нет ни у кого в сфере виртуальной реальности. Это то, что нужно учитывать при укачивании. Одна вещь, которую мы обнаружили странной в этих наушниках, это когда люди надевали их, и вибрация была прямо у них ушах. Люди, кажется, заболевают все быстрее и быстрее. Это может быть потому, что это над твоими банками, которые держались в тепле. Это может быть потому, что они не открыты сзади. Они не могли слышать комнату вокруг них. Слишком много факторов, чтобы понять, что именно было причиной этого, но это то, что нужно иметь в виду. Надеюсь, эти моторы будут находиться в гарнитуре достаточно далеко от твоих ушей, чтобы они не мешали твоему внутреннему уху и не добавляли шума. На самом деле, может быть, это даже может помочь при морской болезни, заставляя ваше тело чувствовать какое-то движение. Самая революционная вещь, которую, по моему мнению, на данный момент предлагает PlayStation VR 2, это тактильные ощущения и контроллеры. Теперь это называется контроллерами чувств, потому что они действительно предназначены для имитации того, что ваше осязание ощущает в ваших руках. У него будут адаптивные триггеры от контроллера DualSense. В нем будут те же тактильные ощущения, когда ты чувствуешь реальное движение, а не просто вибрации. Это самое захватывающее и революционное. Я думаю, что именно по этой причине я куплю PlayStation 2, если смогу ее купить, зная об ограничениях поставок. Если я смогу получить один день, я его получу. Теперь мы все еще не знаем дату релиза. Я надеюсь на начало этого курортного сезона, или даже этой осенью для PlayStation 2, потому что я обеспокоен. Я люблю свою PlayStation VR, но похоже, что если она выйдет этой осенью, и к тому времени появятся другие гарнитуры, полностью беспроводные, то квест 2 уже беспроводная. Если это будет стоить дороже, чем квест 2, у него может не хватить сил вернуть себе звание самой продаваемой гарнитуры виртуальной реальности, как у PlayStation VR 1. На данный момент нам все еще не хватает большой информации, но что ты об этом думаешь? Тебя беспокоит, что плотность пикселей на PlayStation VR 2 может быть ниже, чем в текущем квесте. Ты думаешь, это не имеет значения? PlayStation VR 1 была намного ниже по разрешению в активах, и все равно работала очень хорошо. PlayStation VR по сей день остается одной из самых удобных гарнитур, и одной из единственных гарнитур, когда-либо встроенных в гарнитуру в качестве противовеса, чтобы сделать ее более удобной для своих пользователей. Я бы хотел узнать твои мысли там. Я, очевидно, люблю PlayStation VR. Я люблю виртуальную реальность в целом. Я куплю один из них, как только смогу. Так что, если ты в затруднении, оставайся на канале, и мы сделаем обзор, как только сможем. Расскажи тебе об этом поподробнее. И, конечно же, было анонсировано первое название PlayStation VR 2, игра ААО от создателей Horizon Zero Dawn. Я очень взволнован этим. Я оставлю тебя здесь с трейлером из игры New Horizon, чтобы ты посмотрел его на выходе. И я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты потратил немного времени на свой день. Мы увидимся с тобой в другой реальности. Вот так. Что делает этот тоник? Он направляется к траве. Он направляется к нам. Субтитры сделал DimaTorzok